Добрый день еще раз. Мне очень приятно вас видеть. Я смотрю, в основном присутствуют мои студенты, с которыми я работал в прошлом учебном году, когда вы были студентами первого курса. Сейчас вы студенты уже второго курса, и мы с вами тоже продолжаем работу, будем работать. Тема моей лекции, поскольку она открытая, я очень благодарен руководству нашего института, что предоставили такую возможность мне еще раз окунуться в историю международных отношений, внешнеэкономических связей Республики Татарстан с другими государствами. Я думаю, вам будет интересно, потому что некоторые вещи, о которых я буду рассказывать, некоторые факты, может быть, вы даже впервые, первые слушатели мои, которые об этом узнаете, потому что есть вещи, которые несколько уже подзабыты. Я, как с историей вопроса, как положено, начну с истории вопроса, чтобы как понятнее было, как это все развивались международные и внешнеэкономические связи. Ну, а потом уже остановлюсь примерно на 21 веке, на современном состоянии, если позволить время нам сегодня, так думаю, в пределах часа. Ну, вы, наверное, уже знаете о том, что международная деятельность нашей Республики, она, в общем-то, активно началась с начала 90-х годов, после того, как в 1990 году на сессии Верховного Совета СССР прошел суверенитет, как получила Республика новый статус. Сначала она называлась даже, ну, помните, та СССР, потом была, как Советская Социалистическая Республика, еще такой период небольшой был. И потом уже, вот, по Конституции, 1992 года стала Республика Торстан называться. Появились новые возможности. Ну, они не только появились у Республики, они вообще в целом у Российской Федерации тоже, конечно, в этот период появились. Совершенно по-новому стала выстраиваться международная жизнь, внешнеэкономические связи. Но я бы несколько экскурс все-таки сделал, чтобы вы понимали. Вообще, Казань город в советский период, это был закрытый город, поскольку здесь очень была сильно развита оборонная промышленность, ну, и такое понятие, как железный занавес, вы, наверное, помните, да, было. То есть, поэтому особых таких внешних связей не было. Были такие эпизоды, когда к нам в Казань приезжали лидеры государств. Но это такие редкие достаточно эпизоды были. Вот об одном из них хотелось вспомнить. Здесь вот на фотографии Жухар Ларнеру, премьер-министр Индии. Это 1955 год, июнь. Вот, если вы посмотрите прессу центральную в этот период, когда был визит, первый визит Жухар Ларнеру в Советский Союз, то вы там Казань не найдете, потому что так было, что в Казани он был, можно сказать, почти проездом, то есть он был в аэропорту. Это я еще, как историк, краевед Казанский, вы знаете об этом, просто знаю, многие даже вообще об этом могут и не знать. Между прочим, это фотография будущего преподавателя Казанского университета Джоид Галимча Акчурина, который несколько год назад скончался, уже в возрасте большом. Но в тот период он работал корреспондентом газеты «Советская татария», которую сейчас «Республика Татарстан» называется. Этот снимок сделан в аэропорту в Казанском, поэтому, видите, там, так сказать, в чепчиках такие вот люди, это, видимо, все-таки представители ресторана, там. Ну, у меня нет качественной такой фотографии, она есть в газетах, когда вот он с трапа самолета там идет, его встречал тогда здесь, в Казани, председатель Президиума Верховного Совета нашей Республики Низамов, ну и другие, как говорят, официальные лица. Встреча была достаточно такой непродолжительной, но на этой встрече был также ректор Казанского университета Михаил Тихонович Нужин, который подарил премьер-министру Индии памятный альбом, как раз это совпадало со 150-летием Казанского университета, он подарил им альбом. Поэтому я хочу как бы сказать, что вот университет, он тоже как бы в этой встрече принимал участие. Ну, Индира Ганди, она еще уже потом приезжала в Советский Союз через 20 лет в качестве уже премьер-министра Индии, это уже другая история. Вот второй визит, который был, можно будет следующую фотографию дать. Это 1975 год. 55-й я, конечно, не помню, потому что я в том году родился только еще. Вот, кстати, Акчурин, который снимал премьер-министра Джухар Лорнеру и его дочь Индира Ганди, меня тоже фотографировал так в детстве, на руках, в этот период, на руках моих родителей, потому что у меня отец работал в газете о советской татаре, и перед командировкой он меня сфотографировал. Ну, это другая как бы история. Так вот, следующий такой памятный визит, это Эриха Хоннекера, лидера Германской демократической республики. Очень, так сказать, такой был для Казани важный тоже визит, но здесь уже Хоннекер побывал подольше, не как Неру. Он здесь посетил ряд объектов, в том числе и Казанский университет, и вы опять вот здесь уже видите, ректора университета Михаила Теховича Нужина, памятник которому, вы знаете, да, установлен напротив главного здания 200-летнего университета. Рядом с ним стоит, кстати, мой преподаватель по этике Алиев. Он сейчас, к сожалению, живой, а в тот период он, когда вот эта была фотография сделана, он работал в старом парткома университета, партийного комитета, а потом был министром культуры, долго достаточно, и читал лекции, кстати, он, когда я учился, он приезжал на машине, поскольку был министром, это была вторая половина 70-х годов, Алиев приезжал, 04, у него этот номер хорошо помню, стоял к университетам. Много было людей, и такой вот тоже интересный, знаменательный был визит. Теперь все-таки какие же связи были? Все-таки связи были, можно следующий фотограф, что там у нас? Какие были связи? Связи были, конечно, туристические, и связи были по линии общественных организаций. Было такое советско-чехословатское общество дружбы, допустим. Советско-японские дружбы, вот такие были общества. По линии общественных организаций, вот здесь фотография, это комсомол. Вы такую организацию, наверное, знаете, да? Очень сильно была организация, в которой я проработал не один год. Начиная с первичной организации, до старе обкома, и потом в ЦК ВКСМ работал. Вот это корейская делегация. Делегация Северной Кореи, 86-й год, если я не ошибаюсь. У меня там подпись есть, но, к сожалению, под рукой здесь просто нет у меня. Интересно, вели себя корейцы, я думаю, если бы они приехали сегодня, ничего бы в их поведении не изменилось. Во-первых, они просили рис. Потому что настолько они, видимо, к рису привыкли, что они просили рис. Потом они в своем поведении были очень сдержаны. Еще один момент, я обратил внимание, но у нас были неформальные тоже такие моменты, когда мы с ними общались, с делегацией Северной Кореи. У них всегда первый тост был со своего лидера корейского. Обязательно это было. Вот такие нюансы. Можно следующую фотографию? Вот это что мы здесь. Это в кабинете первого старе обкома Дамир Шахметов. Справа я стою, вы, наверное, узнали меня. И вот наши корейские коллеги. Ну, справа там переводчик еще из Москвы. По-моему, он работал в Комитете молодежных организаций. Это такой молодежный МИД был. Существовало две организации. В ЛКСМ и КМО СССР, Комитет молодежных организаций. Международной деятельностью в основном занимался Комитет молодежных организаций. То есть это, видимо, все-таки было сделано для того, чтобы как бы неполитизированная организация имела возможность с зарубежными молодежными организациями выстраивать отношения. Между прочим, очень долго Комитет молодежных организаций возглавлял Геннадий Янаев. Слышен такой фамилии? Геннадий Янаев. Это вице-президент СССР при Горбачеве и недолгое время, в течение трех дней, руководитель Советского Союза с 19 по 21 августа 1991 год. Геннадий Янаев. До этого он был первым старем Нижегородского обхома Копсомола, Горьковского тогда, а потом представлен к кому СССР. Вот такие вот молодежные делегации, они приезжали, ну, начиная, например, можно следующую фотографию? Начиная с 60-х годов примерно. Ну, это вот статья из газеты, где о корейской делегации описывается. Чинсон, значит, дружба. Вот это была статья. Кстати, Светлана Шахиддинова, которая освещала вот этот визит, она тогда работала в газете «Комсомолист татарий», сейчас и очень долгое время она работает на кафедре журналистики в нашем университете. Может, следующий фотографии? Это представители так называемых социалистических стран, слушатели партийной школы московской, они там практику проходили, если я не ошибаюсь, из Чехии и Польши. Следующий, пожалуйста. Вот это уже Польша, Тажена Яблонска, 87-й год, одна из руководительниц молодежной организации Союза молодежи польской. Вы, наверное, можете, казанцы, знать, что в Казани есть такая улица Ломжинская. Вот почему она так называется, потому что в 87-м году это все тоже одно извеяние перестройки. Начались очень такие хорошие контакты. Между республикой нашей и Ломжинским воеводством Польши поехала делегация сначала наша туда, в Польшу, а потом сюда в июле 87-го приезжала во главе с Чернавским делегация Ломжинского воеводства. Я присутствовал на этой вот гости республики, вот статья, когда был такой обед торжественный в доме для приезжих. Как вам лучше объяснить? В Варваринской церкви, наверное, лучше вам так, может, понятнее будет. В конце улицы Карла Маркса там есть, где сейчас база хоккейного клуба Акбарс. Там есть такой дом для приезжих, точнее, там два домика для приезжих. И вот там был обед, и на этом обеде тоже присутствовал. И с нашей стороны возглавлял, конечно, эту встречу. Первый секретарь обкома партии Усманов, Кумир Асмогилович, хорошо запомнил. Вот такие связи, они начали активно на меж таких правительственных уровнях, вот, наверное, во время перестройки. Можно следующий? Что у нас? Еще можно дальше? Продолжение. Начались вот эти вот связи. Мы еще немножко потом экскурс сделаем, чуть-чуть в историю. А я хотел бы вот сказать об этой фотографии, потому что этот визит заместителя генерального секретаря ООН Джозефа Вернера Рида был такой очень, как сказать, значительный для республики. Это был ноябрь 1994 года. Я тогда работал в аппарате президента. У нас тогда еще не было такой структуры, как департамент внешних связей, который уже работает больше 20 лет. Тогда внешними связями занимался вице-президент. Еще я фотографию сейчас покажу. Можно следующую фотографию, да? А, это немножко экскурс. Чуть-чуть вперед еще давайте сделаем. Вот сюда, вот это опять Вернер Рид в университете в Ленинской комнате. Вот, тогда не было. И наш президент республики, он всегда очень осторожно относился к созданию новых каких-то штатов. Всегда за экономию выступал вот штатов. Это еще, видимо, шло все-таки с партийных времен, когда тогда экономия средств была на штаты. И занимался внешней деятельностью вице-президент Лихачева Василий Николаевича, которому недавно открыли мемориальную доску. Кстати, бывший доцент Еруфака Казанского университета, мой хороший товарищ. Вот он на этом снимке в светлом пиджаке сидит, рядом с Джозефом Ридом, такой немножко в клеточку. Это Василий Николаевич Лихачев. Очень известный дипломат, он был потом председателем Госсовета нашей республики, был зампредседателя Совета Федерации, был нашим представителем европейских сообществ в Брюсселе. Я помню, он поехал на конференцию в Брюсселе в 2000 году, международную, позвонил ему. Но он как раз в командировку собирался, нам с ним встретиться не удалось, мы только по телефону с ним поговорили, и он мне какие-то там информационные материалы потом в отель прислал еще. Но воспоминания о Брюсселе, там Олег Морозов, кстати, даже депутат Госдумы, интересный, в том периоде как-то опубликовал, как они с Василием Николаевичем там общались. Вот эта фотография говорит о том, что здесь присутствует также на этой фотографии рядом со мной Тимур Юрьевич Акулов. Он в то время был советником президента республики по внешним связям. Человек, который очень большой вклад внес именно в развитие департамента, потому что он позже был первым директором департамента внешних связей нашей республики. Кстати, он до того, как прийти на работу в аппарат президента, советник, мы примерно в одно время с ним пришли, в конце 91-го года. Он работал в университете преподавателем. И, в общем-то, не случайно. А до этого он окончил институт восточных языков, знал арабский язык хорошо очень, английский знал язык, и поработать успел в одной из стран Ближнего Востока. И потом и дальше еще будет одна из фотографий в Египте, как нашей делегации, вы можете обратить внимание, он внешне, я ему говорил об этом несколько раз, похож был на президента Египта Хосни Мубарака. Почему-то так удивительно похож, как братья они были внешне. Еще здесь на этой фотографии Светлана Сергеевна Хабибульна, если я не ошибаюсь фамилией, иногда путаю. Она тоже много лет работает, чуть ли не с первого дня в департаменте. Она сначала просто переводчиком была, а потом, когда департамент, создали департамент. А ее, кстати, муж, он после Тимур Юрьевича возглавил департамент внешних связей, Эдуард Эльтезарович Хабибульн. Тут вот Стелла Владимировна, директор музея. И вот на центральной, так сказать, здесь вы можете, наверное, спросить, а кто же здесь впереди? Впереди это в очках академик, лауреат Ленинской премии номер два, по математике был лауреатом, академик Евреинов. Почему он здесь присутствует? Потому что слева тоже профессор Бекмулев, который возглавлял и возглавляет Академию информатизации Республики Татарстан. А вот Евреинов, он был вице-президент Международной Академии информатизации. Вот этот вид, собственно, во многом как раз помогали делать вот эту Международную Академию информатизации, поскольку у них штаб-квартира, он находится в Нью-Йорке. Интересная личность, Рид. Почему я тут присутствую? Я говорю, тогда еще не было департамента, а мне поручили заниматься таким вопросом, как госпротокол. После, через несколько лет, была создана такая структура, она сейчас существует, но, по-моему, президент, как госпротокол, который занимается сопровождением, подготовкой программ, протоколы, делегаций. Тогда не было, мне поручили, как человек, видимо, имеющий определенные организационные опыты. Ну и, там же вы уже обратили внимание, мне приходилось и до этого заниматься контактами и связями. Я возглавлял, кстати, несколько раз группы за рубеж, когда работал еще в молодежи организации. Вот поэтому, что такое протокол? Это нужно составлять программу, встречать, кто встречает, какие виды транспорта там будут, кто сопровождает, какие объекты мы посещаем и так далее. Там очень много нюансов. Был интересный такой момент. Я четыре дня его сопровождал, все время был рядом с ним, естественно. Я в свое время, в 70-80-е годы, у меня была такая возможность, приобретал, выписывал журнал «Америка». И когда я посмотрел, наверное, Рита, мне, думаю, что-то вот мне знакомое. Оказалось, что у меня, я посмотрел свою подшивочку журнала и нашел там его фотографию в журнале «Америка». Причем такой интересный момент. Там был Горбачев на этой фотографии вместе с Рейганом. А он работал как раз руководителем секретариата Рейгана в этот период, это в 80-е годы. Вот когда я ему принес на завтрак, во время завтрака, я говорю, смотрите, журнал «Америка», я говорю, вы здесь. Он сначала хотел его, я говорю, вы знаете, а можно ваш автограф? Я так вот получился, собираю. И вот он мне там сделал надпись такую интересную, она у меня существует. Еще что касается взаимоотношений. И вот тогда впервые, наверное, поскольку это первый такой значительный визит был, что понравилось, по итогам визита он нам всем прислал письма. Все-таки фигура большая же, да, замгенерального старшего ООН. Все, кто его сопровождал, в том числе я, получили благодарственные письма. Ну, давайте мы перейдем к следующему, потому что у нас... Вот он здесь памятный. Кстати, он стал почетным доктором Казанского университета. Ведь тут на заднем плане Коноплев Юрий Геннадьевич в то время был ректором. Вот он здесь пишет в книге почетных гостей. Идем дальше. Так. Вот теперь повернем эту фотографию. И немножко мы идем опять. Экскурс небольшой сделаем. В 60-е, 70-е годы, как я вам обещал, это французы в лагере Волга. Знаете, такой центр Волга сейчас есть, да, на берегу Волги? Раньше он назывался лагерь Волга. Был открыт по инициативе большой и большой энергии тогдашнего первого стария татарского промо-комсомола Раицкий Ямча Беляева. Сейчас, конечно, он уже не живой, к сожалению. И там первая смена... Можно вперед пойти немножко еще? Не вперед, вернее, это продолжение вот. Так. Ну, пусть вот эти картиночки, ладно, оставим. Первой сменой, в 67-й год, открытие, был лагерь советско-японской дружбы. Наша республика очень дружила с космонавтом, первым космонавтом Юрием Алексеевичем Гагарином. На самом деле он приезжал сюда на комсомольскую конференцию к нам. И Раицкий Ямч пригласил его на открытие этого лагеря. Вот там дальше, сейчас вы посмотрите, его фотографии Гагарина есть. 67-й год. Это, кстати, за год до его кончины Гагарина. Вот такие бунгало там были. Ну, естественно, я там тоже бывал, конечно, неоднократно. Ну, и хотел сказать, что когда в 1989 году такие процессы шли, реинтеграция, или как их я не знаю назвать, я завершал свою работу уже в качестве второго стрябкома-комсомола. И вот этот лагерь «Волга» я принимал на балансе. Он был на балансе ЦК «Волга» и «СМ». Они передали татарскому оппору. Я помню, подписываю, у меня рука чуть-чуть даже так дрожала, потому что там 240 тысяч рублей балансовая стоимость была. И, в общем, это большие очень деньги по тем временам были. Это как сейчас много миллионов. Вот такой лагерь открывали. И в этом лагере, конечно, было несколько смен. Я там начал активно бывать уже примерно с 1975 года, когда в комсомоле работать начал. Я помню, как приехали французы. Большая очень делегация в ДК строителей. Мы их встречали, там, ну, когда рождественная встреча была, а потом они уже там отдыхали. Были там и греки, и представители других тоже стран. Пойдемте дальше. Это вот тоже одна из форм международных контактов. Это международный фестиваль в Берлине. Вот здесь, с левой стороны, был первый старь обкома Капсомола Вархманкулов Ильгиз. Справа Газизулин. В то время он был старьем Челненского горкома Капсомола. Там была всесоюзная стройка КАМАЗ. А Газизулин вошел в историю России, поскольку он был после Чубайса министром имущества России. Кстати, приезжал несколько лет назад в Казань, мы с ним встречались. На юбилей Торгово-промышленной палаты. Вот в середине это Вазых Маликов, бригадир строителей из КАМАЗа. Международный фестиваль – это тоже одна из форм международного сотрудничества нашей татарстанской молодежи с другими государствами. Давайте дальше пойдем. Так, опять лагерь Волга. Вот видите, такой тут близкая вода очень подошла к бунгалам. Дальше пойдем. Это купол знаменитый, лагерь Волга. Дальше пойдем. Вот Гагарин сидит в домике. Когда лагерь Волга закрывали, вот эту деревянную часть, которая была на Волге, я хотел этот домик себе взять, разобрать на память его. Но так не получилось у меня. Схотел его сохранить. Пойдемте дальше. Вот 90-е годы. Мы возвращаемся. Активные пошли международные связи. Здесь президент Турции Азал. Это фотография сделана в Турции. Справа сидит министр внешнеэкономических связей, внешней торговли. По-разному называлось министерство. Сейчас такого министерства нет. Объединено все в министерстве торговли и промышленности. Все эти функции. Активные связи с Турцией начались в начале 90-х. Пойдемте дальше. Так, ну это опять фотография тут мелькнула. Это японский как раз лагерь Волга. Пойдемте дальше. Так, это уже Демирель, премьер-министр, потом президент Турции. Пойдемте дальше. Так, это у нас. Вот я себе этого не взял, фотографию. Подпись. Пойдемте дальше. Вот у нас. Так, ну вот этого человека вы, наверное, узнали, да? Узнаваемый лично. Шредер, канцлер ФРГ. С ним познакомился наш президент и наши, так сказать, руководители республики, когда еще он был премьер-министром земли Нижней Саксонии. То есть у нас такие стали экономические связи начинаться. Ну а потом там еще одна фотография будет. Шредер последний раз в Казани был. В 2018 году приезжал сюда на Чемпионат мира футбола. Это я отдельно еще скажу. Пойдемте дальше. Это председатель Сената Франции. С Франции там отдельно у нас были. Рене Монари. Поскольку становление госслужбы, я буду об этом отдельно еще говорить, как раз по многому связано с нашими контактами с Францией. Пойдемте дальше. Вот это 95-й год. Андрей Владимирович Козырев, уже многими забытый, министр иностранных дел России. Достаточно долгое время он был справа, Тимур Юрьевич Аколов и вот президент республики, Медвич Шаймеев. Мне было поручено тогда организовать эту встречу. Это 9 марта 95-го года. Еще даже не родились некоторые, да, тогда? Официальным поводом была презентация журнала «Международная жизнь», который был посвящен международным как раз связям, внешним связям Республики Татарстан. И вот я первый раз поехал в Москву в феврале, тогда встретился с Борисом Пятышевым, редактором журнала «Международная жизнь», и потом дальше как уже продолжал вот эту всю подготовку. Большая делегация была на самолете. Я-то заранее приехал. Пойдемте дальше. Вот эта встреча. Вот справа Пятышев как раз, редактор журнала «Международная жизнь», к сожалению, тоже скончался несколько лет назад. Слева Иванов, первый замминистра на тот период иностранных дел, потом был министром иностранных дел. Флера Газизн-Зиаддинова, которая, можно сказать, приняла от меня вот эти полномочия, госпротокол, была первым председателем госпротокола в нашей Республике, но уже официально была на должности. Пойдемте дальше. Вот здесь на этой встрече Олег Морозов, который уже много лет, с 1993 года является депутатом Госдумы, и Бусыгин Андрей Евгеньевич, в тот момент сотрудник администрации президента тоже оба бывшие преподаватели Казанского университета. Бусыгин работал на эконом-факе, Олег Викторович Морозов работал на кафедре научного коммунизма. Дальше. Это, знаете, это все проходило в особняке на Спиридоновке. Вот вы, наверное, смотрите, когда, да, иногда, вот недавно была встреча Лаврова с министром иностранных дел в Великобритании, да, приезжала. Вот они как раз встречались вот в этом здании в Спиридоновке. Вот видите, такой камин, очень красивый там, вообще интерьер интересный. Это бывший особняк Савва Морозова, когда вы, если будете заниматься международными делами, то, возможно, вы тоже там побываете. У вас с фотоаппаратом там флюра газизная, я смотрю, стоит. Пойдемте дальше. А, кстати, со мной рядом, справа, это руководитель аппарата президента нынешней, Сафаров Асхат Ахмедович. Вот это интересные фигуры, он тоже был, он тогда возглавлял телевидение России. Кто его узнает? Вам вопрос, кто это здесь рядом со мной? Уже не помните, да? Это Александр Николаевич Яковлев. Его называли архитектором перестройки в нашей стране. Секретарь ЦК КПСС. А до этого 10 лет посол Советского Союза в Канаде. Это ближайшая правая рука Горбачева и ближайший советник Горбачева по всем делам перестройки. Пойдемте дальше. Так, ну это Квасневский президент Польши. Это 1996 год. Это визит нашей делегации в Польшу. Устанавливались тоже контакты и международные, и внешнеэкономические. Пойдемте дальше. Так, вот я вам говорил, что Тимур Юрьевич вот справа здесь, где вертолет, он так немножко поддерживает. И в сером костюме в центре это президент Египта Хосни Мубарак. Это был визит, и видите, ему демонстрируют наш вертолет, который выпускается в Казани для того, чтобы могли приобретать в Египте вертолеты. Давайте дальше пойдем. Так, это у нас принц уже. Это министр иностранных дел. Сейчас, одну секундочку. Чтобы, потому что запомнить всякие фамилии очень сложно. Ну, чтобы вы просто знали, это встреча президента Шаймиева с заместителем премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, государственным министром по иностранным делам, шейхом Хамданом Бен Заид Аль-Нахаяном. В Абудаве это 2000 год. Там отдельная линия наших взаимоотношений. Вот Хайдар Бакеевич я смотрю тоже. А, на этой фотографии. Да, вот он с левой стороны он работал в департаменте внешних связей. Уже тогда был департамент и он тогда работал. Очень тоже опытный дипломат. В разных странах работал. Сейчас в Казани живет. Вернулся на пенсии. У него, у нас гаражи рядом с ним. Иногда встречаемся с ним. Когда я машину там ставлю, гараж. И он у него рядом гараж тоже. Пойдемте дальше. Так, мы тут переворачиваем. Здесь мы уже видим с вами премьер-министра в то время. Это 1997 год. Оман. И вот Мухаммед Шинфарид Хайрулович, который много лет является представителем Государственного совета. Тогда он был премьер-министром. Он здесь встречается с королевом Иорданского Хашемитского королевства Али Хусейном Бен Таталалом. Пойдемте дальше. Это уже представитель Китая. Тут с Китая никого нет у нас? Это Ли Лан Цинь, заместитель премьера Государственного Совета Китайской Республики. Вот здесь в светлом костюме тогдашний генеральный директор вертолетного объединения Александр Петрович Лаврентьев. Он сейчас возглавляет Ассоциацию промышленных предприятий из такой организации Республики. Вот демонстрирует продукцию на выставке. Было потом создано татарстанско-китайское предприятие, мода Алабуга по выпуску швейных изделий. Я загружать вас не буду, пойдем дальше. Просто хочу сказать, что с Китаем с тех пор, это был 2002 год, устанавливались отношения. Так, у нас иногда тут странички переходят. Это Швеция. это президент Республики Торстан Митимир Шарипович Шамиев встречается с премьер-министром Королевства Швеции и Ираном Персоном в Стокгольм 2002 год. Вот я еще буду говорить, в Стокгольме тоже там было много представителей Республики Торстан в 2002 году, когда проходила конференция «Великий Волжский путь». Это отдельное тоже направление. Пойдемте дальше. Так, ну вот здесь узнаете, наверное, зал, да, императорский главном здании. Это Ален Жупе, 1996 год. Слева от него сидит ректор тогдашнего университета, Юрий Геннадьевич Коноплев. Вот с 1996 года очень крепкие такие дружеские деловые связи стали связывать Республику с Францией. Пойдемте дальше. Кстати, один из кандидатов президента был, когда выбирали, вот кого же избирать, когда Макрон избирался. Перед тем, как Макрон там был не из кандидатур, там, в том числе Ален Жупе, а тоже была одна из кандидатур. Идем дальше. это тот же период, как раз 1996 год. Это флаг французский, вы узнаете уже. А вот началась подготовка госслужащих. Это должно вам близко быть. Я на лекциях вам немножко, может быть, уже об этом говорил. Поскольку у нас хорошие связи с Францией стали устанавливаться, и когда был в 1996 году создан Республиканский Центр подготовки кадров для госслужбы, стали думать, где же брать опыт, откуда брать опыт подготовки, поскольку в Советском Союзе не было госслужбы, там же были, знаете, партийные, советские, косомольские и другие организации. Выбор пал на Францию, поскольку с ними хорошие контакты пошли. И вот этот снимок сделан в Лиле, это Институт региональной администрации. Интересна его история, когда в 1971 к власти во Франции пришло коалиционное правительство социалистов и коммунистов, они решили создать региональные институты по типу партийных школ, которые в Советском Союзе были. Вот создали пять институтов, из них один в городе Лиле. Слева Филипп Жорж, тогда директором был в очках в желтой рубашке Жорж Прохоров, человек с русскими корнями. Я ему последний раз написал, поздравил его с днем рождения, у него день рождения 10 января, 91 год, но он не откликнулся. Первый раз за многие годы, видимо, я не знаю, жив он или нет, я просил своих друзей парижских узнать. Пойдемте дальше. вот это мы здесь рядом с Лилем буквально в 30-40 минутах езды граница с Бельгией. Вот они меня свозили в Бельгию, вот тут морозный такой декабрь, лица у нас красные. Пойдемте дальше. А вот к нам уже французская делегация приехала, мы были в декабре 97-го во Франции, а это уже март март это Казань, вот месье Монфор в очках рядом со мной, заморка или департамента МИДа Франции, ну и должен я еще сказать, что справа к ранее это наш представитель многолетний в Париже Юсупов Искандер Усманович, вот он очень много делает для сотрудничества нашей республики из Франции его там очень хорошо во Франции знают, уважают на всех уровнях. Ему даже удалось взять автограф для меня у бывшего президента Франции Валерий Скардестена. Ну это книга, которую я прочитал еще в юности, называется «Власть и жизнь». Вот мне лично с ним встретить удалось, но я попросил его, чтобы он мне это, он мне подписал эту книгу. К сожалению, Валерий Скардестен скончался от коронавируса год назад, полтора уже на работе. Пойдемте дальше. Это знаменитый институт международной госслужбы Дидьев Мосс в центре в очках, директор был. Потом этот институт объединили с ИНА. ИНА это Национальная Школа Администрации, Иколь Национальной Администрацион. Пойдемте дальше. Такое сотрудничество продолжалось. В 2000, тем более, в 2004 году, это мы продолжаем с вами о французском сотрудничестве говорить, приезжал посол, вот он с левой стороны седой наклонил голову, рядом его супруга в шубе, между прочим, одноклассница и лучшая подруга французской кинозвезды Катрин Денев. И он с инициативой выступил открыть в Казани Альянс Франциск Казань. Вот через два года этот альянс открылся на территории нашей Академии, которую я возглавлял тогда Академией Госмуниципального управления в шестом году. Справа вы видите ректора университетов того периода Максим Халимулыч Салахов, который сейчас возглавляет Академию наук. слева от него мэр Казани Медшин и выступает с приветствием Зилюхи Мьянна Валеева, в тот момент министра культуры, вице-премьер. Вот такие здесь лица. Ну и, конечно, узнали Тимоши Альфи Шамиви. Пойдемте дальше. Вот он выступает, наш посол, не наш, вернее, французский посол, но где-то и наш, потому что я почетный консул Франции. Он был очень взволнован тогда открытием этим мероприятием и назвал Альянс Францес маленьким посольством Татарстане маленьким французским посольством. Пойдемте дальше. Которое много. Вот это Митюй Шарипич показывает на меня рукой и говорит вот, кто же сделал всех больше для открытия Альянс Францес в Казани. Ну так получилось. Пойдемте дальше. Вот разрезается ленточка, видите, много тут студентов. Пойдемте дальше. Вот один из представителей большую работу Альянс Францес проводит. Если вы интересуетесь французской культурой, то вот это писатель французский ежегодно проводится в фестивале французского кино у нас в Казани. Устраиваются выставки периодические художников, фотографов французских и другие различные. Приезжает музыкальная ассамбля. Первый директор нашего нашего Альянс Францес Роза Губайдульна. Она, кстати, тоже преподаватель Казанского университета, кафера французского языка. Пойдемте дальше. А это Альянс Французского приезжал когда не был послом. Я возил его тут на теплоходе в Сеярск, а потом на горном лыжном курорте мы с ним тут обедали. Пойдемте дальше. Вот он присутствует, он приезжал как раз 30 сентября в день республики и это на ипподроме фотография сделана. Пойдемте дальше. А вот Катерина Денев она приезжала сюда на фестиваль мусульманского кино в 2007 году. Это снимок музея Ленина на улице Ульянова дом 58. Я надеюсь вы там все уже побывали. Я вам рекомендовал. Это место всех больше понравилось Катере Денев из всех которые она посетила в нашей Казани. Потому что там тихий уголок вы знаете ей тогда уже было 60 с небольшим хотелось тишины покоя а там такая умиротворенная обстановочка была и вот ей там очень понравилось. Пойдемте дальше. Ну это мы около здесь еще собор тогда не построили Крестово-Азвиженская церковь где была икона Казанской Божьей Матери. Так получилось что у нее первый муж был православный французский знаменитый кинорежиссер по-русски он Вадим Племянников по-французски Вадим Роже вот и когда я ей подарил икону Казанской Божьей Матери она говорит я передам своему сыну потому что он у меня православный от отца такой интересный факт кстати вот здесь справа священник ныне покойный хорошо знал французский язык пойдемте дальше а вот Катерин Денев это мне тут написал автограф пойдемте дальше а вот это уже Париж чтобы вы знали в Париже есть такой институт Сианспо это примерный аналог нашего ГИМО вот здесь мы находимся с Юсуповым это 2007 год здесь вот Приорова Чешка кстати она Чешка возглавляла не знаю сейчас уже может не возглавляет департамент внешних связей Сианспо очень умная девушка пойдемте дальше а это знаменитый Элегран в Казани композитор помните шербургские зонтики вот связь с Катериной Денев Катерин Денев же снимался в шербургских зонтиках понятно дальше вот это наши представители вот не только в 90-е годы формировался департамент и развивались международные связи но видите кадровый корпус образовался наши представители вот здесь вы можете узнать сейчас он же не проректор Латыпов по-моему да у нас по международной связи он долго был проректором вот он сидит в первом ряду второй справа а тогда он был нашим представителем очень долгое время в Соединенных Штатах Америки ну здесь вы конечно вот того же Юсупов слева стоит и других представителей наших в разных других государствах пойдемте дальше а вот уже департамент это уже начало 21 века видите уже сформировался коллектив и здесь вот мы видим сотрудника департамента в том числе в первом внизу первый ряд Светлана Сергеевна я уже говорил и вот ее муж Эдуард Тизарч который сейчас возглавляет департамент внешних связей пойдемте дальше так ну это вот посол очередной Франции я уж так говорю очередной потому что каждые 3-4 года они меняются Де Лебулей известный человек известный тем ну хороший дипломат известный в то же время он является внуком у него дедушка был в общем как брат родной дедушки привез знаменитую статую свободы в Соединенные Штаты Америки в 19 веке вот эта статуя свободы это привезли ее французы и Де Лебулей его там его фамилия тоже его Де Лебулей она прямо на статуе свободы есть там 3-4 фамилии Де Лебулей пойдемте дальше это он мне орден вручает а это он моей моей супруге в руку целует пойдемте дальше наверное понравилась она ему он кстати тоже с супругой приезжал а вот мы в Альянс Францесс вот здесь очень интересный человек вот сзади в очках стоит между женщинами вот рядом женщина которая с аппаратом это женщина с аппаратом она из Министерства культуры это Столяров Михаил Венедиктович который очень много сделал для развития связей наших международных и внешних связей для нашей республики он долгое время был первым заместителем представителя нашей республики в городе Москве вообще он международник вот помните я говорил по такой организации как Комитет молодежных организаций вот он в ней работал в свое время с Янаевым еще работал потом он 9 лет был работал в организации объединенных наций у него он человек очень коммуникабельный был был потому что к сожалению сейчас уже не жив катался на горных лыжах в Испании повредил позвоночник у него там болезнь такая неизлечимо развелась был мой очень хороший товарищ вот вы наверное можете следить за опрессой так сейчас немножко шум такой пошел насчет избрания нашего мэра Казани президентом всемирной организации исторических городов его избрали президентом исторических городов вот как раз Михаил Виндиктович был одним из тех кто помогал войти Казани он был советником кстати кроме того что он был первым замполномоченным представителем по международным делам по внешним связям он еще был советником из Хакова тогдашнего мэра а потом из советника Медшина тоже по внешним связям он очень любил Казань у него даже в Казани даже квартира была вот он много очень проектов у него было и кстати я тоже ему очень благодарен что он помог нашему институту сначала госслужбе потом академии войти в состав такой организации как комитет по региональным местным властям Совета Европы в Страсбурге вот мы там были членом я был экспертом может быть даже до сих пор еще числюсь я туда приезжал там участвовал в голосованиях когда избирали там представили комитета там интересно это отдельная история это можно отдельно по Страсбургу по Совету Европы я кстати до сих пор дружу он меня познакомил с своим коллегой молодым сейчас уже он не такой молодой он возглавляет департамент в Совете Европы Аркадий Сытин мой товарищ мы с ним постоянно на связи потому что я у него еще научный руководитель его по науке у него вот это тоже интересно вот поэтому он тоже нам очень хорошо помогал по внешней связи пойдемте дальше это вот Далебуле уже в Кремле здесь это май 18-го года пойдемте дальше так это Жан-де-Глинясти следующий посол был с русскими корнями на самом деле у него фамилия когда-то его предка была Глинистые дедушка у него был царский офицер они эмигрировали как многие как 600 тысяч русских приняла тогда Франция но и он доказал свое дворянство и у него поэтому Д вы знаете ли Д то это как у немцев фон у французов Д это вот он Жан-де-Глинясти он такой же они уже себя конечно вот бывшие потомки русских они все себя уже французами считают пойдем дальше так а это вот моего Мениханова здесь это уже наверное последний его визит это наверное год 13 уже примерно тут еще Шинский я смотрю справа стоит это представитель французской российской торгово-промышленной палаты пойдемте дальше так ну вот это Великий Волжский путь вот там на заднем плане немножко меня видно кстати тут вот Валеев наш замдиректор института Рафаэль Моргасимович мы с ним вместе тогда были на этой конференции это мы начинали с Петербурга поэтому по-моему это Петербург еще а дальше там уже была Рига Таллин Стокгольм на теплоходе такая вот была международная конференция и у нас проходили заседания прямо на теплоходе и иногда проходили в городах я доклад делал в Хельсинки сам свой доклад с левой стороны это представитель ЮНЕСКО женщина пойдемте дальше так вот мы тут все стоим это Петербург как раз первый день мы приехали вот вы тут узнаете наверное даже директора института нашего он тоже был участник этой конференции узнали да где-то не узнаете вот слева третий стоит это он тогда еще видите это прошло уже 20 лет в августе 20 лет будет конечно он немножко изменился пойдемте дальше так ну это мэр города Порва это уже Хельсинки дальше пойдем так а это вот Бельгия 2000 год я тут после защиты докторской немножко бледноватый а это представитель парламента Волонии вы знаете что у Бельгии там есть несколько тоже парламентов это представитель парламента Волонии пойдемте дальше так тоже опять же Бельгия это у нас есть вот в середине представители Совета Европы здесь как раз который организовал эту международную конференцию но остальные это представители из России разных городов пойдемте дальше вот Бельгия Брюссель это та же конференция это два представителя Грузии между прочим вот эти справа очень активные такие были молодые мужчины вот они зря время не теряли между прочим они по утрам всегда мне рассказывали какой интересный город Брюссель ну после вечерних там посещений разных мероприятий но мне тогда почему-то запало в голову что сказали что Амстердам веселее город чем Брюссель Брюссель он такой более скучный оказывается пойдемте дальше так ну вот это посол Швеции Муландер наверное год какой-то это седьмой это я ему свою бутылку тут дарю юбилей мне когда на 50 лет вот такая бутылка вот там я изображен да вот он поэтому ему понравилось пойдемте дальше вот Муландером мы тут уже со студентами встречаемся пойдемте дальше а это уже посол США это наверное десятый год это вот посещал академию у меня в академии постоянно бывали у нас такая площадка была я потом еще дорасскажу международная и Тимур Юрьевич мы очень сильно в этом плане сотрудничали дружили в личном плане в служебном кстати слева от посла стоит мой студент который хорошо сдал английский и он был на стажировке мы посылали его в Соединенные Штаты а справа Алина стоит Льманова моя студентка тоже бывшая она сейчас в Бразилии живет правда не знаю где сегодня находится она потому что два года назад вот когда пандемия началась я хотел поехать выбирал страну хотел куда-то поехать очередной раз она была в Китае работала вот сначала она уехала в Европу там училась вот кстати ей помогли очень французские наши связи она познакомилась в свое время с сенатором я ее познакомил французским там где-то будет еще его фотография и они с ним подружились даже его супруга этого сенатора приезжала у них дома в гостях Алина была а в Европе она познакомилась с бразильцем учились они вместе и уехала туда в Бразилию жить где сейчас не знаю надо ей вот не писать узнать где она сейчас она такая очень активная везде по всем странам работает путешествует пойдемте дальше это уже посол Бельгии у меня здесь в моем кабинете ректорском дальше пойдем это посол Великобритании Прингл тоже у меня в академии она здесь пойдемте дальше это посол это посол Латвии это посол Швейцарии Хофер пойдемте вот сидит Латыпов кстати здесь он тогда работал по-моему замминистра внешней связи в то время был а на заднем плане вы его может быть узнаете а вы не были на открытии наверное это наш представитель МИД Радик Рафикович Бахитов вот с моими студентами здесь уже это посол справа Валдышева была сотрудница и переводчик департамента внешних связей слева вот мой студент он сейчас работает замминистра строительства Вильданов Даниц справа который крайний студент в очках Мингазов он работает начальником отдела в госсовете республики Татарстан пойдемте дальше еще раз Хофер пойдемте так это бывший министр иностранных дел Ирана в шестом году мы проводили конференцию значит по вопросам ислама проводили представители исламских государств приезжали и вот там на ней тоже был министр иностранных дел Ислам кстати подают конференцию я хотел похвалиться я попросил деньги и вот на улице Кремлевской 6 если вы когда-нибудь бывали там красивая лестница такая гранитная вот выделили деньги нам под эту конференцию в 6 миллионов мы сделали красивую лестницу тогда пойдемте дальше вот это представители исламских государств как раз они в академии здесь на лестнице вот на этой красивой пойдемте дальше так это вопросы задают студенты в актовом зале так это представители Финляндии пойдемте дальше вот это такие вот мы собирались студентами молодежный европейский клуб у нас был создан вот тоже одна из форм сотрудничества международного пойдемте дальше это представитель Европарламента Фернандо Венсуэл это когда открытие было европейского молодежного клуба пойдемте вот он я ему дел тебе тейку пойдемте дальше вот он европейский молодежный клуб дальше идем дальше это знаменитый французский депутат Тирий Марьяни если вы следите за отношениями там Украины России Франции украинцы его для них фигурный гад потому что он защищает интересы как раз России в Крыму у него кстати жена русская Сибири он сюда приезжал в Казань три дня с ним я был он приезжал сюда как наблюдатель на выборы это был по-моему девятый год на выборы в госсовет республики Торстан как зарубежный наблюдатель приезжал сюда когда летел в Казань чемодан у него летел другой город и пришлось ему в джинсах там немножко пару дней походить потом чемодан его прислали обратно в Казань пойдемте дальше вот Ерема Рьяни и вот слева вот этот депутат тоже над Бургунди который с которым Алина Германова потом в дальнейшем познакомилась это мы в здании мэрии Казани пойдемте дальше еще идем дальше так это они вот посещают один из избирательных участков депутаты французского парламента пойдемте дальше это это из НА руководитель департамента как раз внешних связей Филипп Бастилика чем-то наверное Наполеона может напоминать да а почему он напоминает Наполеона потому что он из Сицилии так же как Корсики извините Корсиканец он с Корсики так же как и Наполеон Корсиканец ну слева это в госсовете была встреча Липужин старь госсовета и Валеев представлен комитетом многолетний был по культуре науке образованию пойдемте дальше так это уже вот и ВНА договор подписываем бывший посол нам помог тогда подписать этот договор подговор кадров и мы направляли по 2-3 делегации причем даже уже когда академия в 10-м году была ликвидирована все равно продолжалось это сотрудничество сына по подготовке государственных и муниципальных служащих и моя бывшая заведующая отделом внешних связей Вероника она сопровождала и продолжала сопровождать делегации наших государственных и муниципальных служащих в эту школу национальной администрации которую кстати окончили почти все премьер-министры и президенты Франции это второе образование переподготовка там различные циклы со своими названиями пойдемте дальше вот этот договор подписан седьмой год пойдемте дальше а вот этот знаменитый ресторан будете в Париже Клазери Далила один из самых лучших ресторанов Парижа мне посол Франции который чуть-чуть на передней плане сказал когда он был студентом он только мечтал в этом ресторане побывать потому что он ходил рядом там более дешевый ресторан был и вот благодаря мне значит он попал в этот ресторан наконец там он знаменит еще тем что на столиках есть таблички известных деятелей культуры французских вот и на одной из табличек есть и одна из табличек значит голосит о том что за этим столиком сидел Ленин но вообще это место это недалеко от Монпарнаса от бульвара Распай там рядом еще знаменитая ротонда метров 300-400 это вообще место русской миграции еще дореволюционной и если вы когда там будете я вам в ротонду посоветовал бы зайти тоже это где начинается бульвар Распай там уже кто только не бывал и наш знаменитый шахматист Алёхин и Анна Ахматова ну я фамилии революционеров называть даже не буду потому что это почти все революционеры там перебывали в ротонде вот этот квартал недалеко от парка Люксембург как раз был местом обитания русской эмиграции подним дальше это знаменитый стровый книжный магазин сейчас мы покойно уже пойдемте дальше так идем дальше дальше это уже Германия город Цели институт управления пойдемте дальше так это бывший премьер-министр земли Нижней Саксонии пойдемте дальше тоже это просто герб на здании вот этой академии менеджмента Нижней Саксонии академии менеджмента Нижней Саксонии пойдемте дальше Европейский Союз так ну это Люблин знаменитый был конгресс университетов ректоров университетов Европы 2004 год когда сразу 10 государств восточных и восточной Европы вступили в Европейский Союз в ночь с 30 апреля на 1 мая такое было событие никто из ректоров нашей страны не поехал один смелый оказался Ершов Андрей Николаевич который там был на этом мероприятии все остальные испугались и не поехали это я с воеводой стою Анджей мой тезка Анджей Куровский пойдемте дальше а это ректор Ирландского университета тоже там присутствовал естественно пойдемте дальше так здесь тоже это ректор Кипрского университета Кипрского дальше так это знаменитый это ректор знаменитого Егелонского университета Польши пойдемте дальше вот замок в Люблине там проходила конференция и вот торжественное 24 часа или 0-0 часов как там сказать время вступления как раз Польши и другие государства и Европейский союз пойдемте дальше это в замке тоже вот пойдемте дальше вот участники вот этого форума конгресса больше такого конгресса не было последний был в четвертом году в Люблине пойдемте дальше вот он Люблин Польша пойдемте дальше флаги дальше так ну это уже после открытия европейского нашего молодежного клуба дальше пойдемте тоже дальше это было так ну вот Евгений Максимович Примаков в Казани бывал не очень часто но бывал вот он один из его визитов бывший министр иностранных дел пойдемте дальше это Канада наше сотрудничество с канадцами это в парламенте острова принца Эдуарда пойдемте дальше это семинары канадские почему я сюда включил здесь не только для того чтобы показать академию потому что здесь проходили семинары с участием государственных и муниципальных служащих на базе академии и потом мы направляли их на стажировку в муниципальных и госслужащих в Канаду на одной стажировке я тоже был пойдемте дальше это представитель парламента острова принца Эдуарда почитайте по Канаде можете мою книгу почитать называется Канада дорожный дневник она в интернете есть Канада и есть библиотеки естественно университета пойдемте дальше канадский флажок это университет острова принца Эдуарда пойдемте дальше так идем это мы уже проходили так ну это мне тут Путин вручает орден пойдемте дальше Это было. Пойдемте. Вот я говорил, Столяров помогал. Вот это один из как раз форумов. Это, по-моему, не ошибаюсь, седьмой год. Как раз в Казани проходила вот эта конференция городов всемирного наследия. Дальше пойдемте. А вот знаменитый визит Клинтон. Вы не знаете, что Клинтон была в Казани? Госсекретарь США. Девятый год, кстати, вот рядом со мной директор нашего института. Визит продолжался всего несколько часов. Вот она имела беседу госпожа Клинтон с президентом, тем же, речем Шамия в Кремле. И потом это была такая небольшая экскурсия по Кремлю. Там, конечно, Кремль был закрыт. Меня просто тогда, я занимал должность ректора Академии, как бы мог рядом оказаться. Вот такой исторический снимок. Пойдемте дальше. Ну, это из Сингапура приезжала делегация, мы заключали договор. Пойдемте дальше. Ну, это опять французская делегация, это уже 12-й год, это в технологическом. Там у них отдельное направление, связь с французами. Пойдемте дальше. Вот Шинский, это торгово-промышленная палата Франции, заключили договор в 12-м году с нашей торгово-промышленной палатой Республики Торстан, справа Агеев, наш руководитель торгово-промышленной палаты, мой друг старинный. Дальше идем. Это опять у нас делегация одной из фирм в Министерстве экологии нашей Республики. Я помогал вот этому сотрудничеству с этой фирмой. Дальше идем. Это уже бренч французский, здесь в день независимости Франции в Казани. Пойдемте дальше. Это открытие, здесь вот визовое окошко французского в 13-м году. Пойдемте дальше. Это посол Германии, приезжал в Казань, Бранденбург, 13-й год. Тоже открывали они свое окошко немецкое, объединенное в визенцентре. Дальше идем. Это вот посольство Франции, один из интерьеров. Очень часто я наблюдаю, почему-то любят наши киношники и в старых, в советское еще время, и сейчас показывают приемы в французском посольстве. В разных фильмах это присутствует. Но я еще ни в одном из этих фильмов не видел интерьеров настоящего французского посольства. То есть они снимают где-то совсем в других местах. На самом деле это вот такой красивый очень домик, его так штукатулкой называют. Очень красивые интерьеры. Пойдемте дальше. Это премьер-министр будущей Франции Валь. В этот момент он был министром внутренних дел. Дальше идем. Это Алан, президент Франции. Это в Москве фотография сделана. Дальше идем. Это вот традиционно собирают французское сообщество в День независимости в французском посольстве. Это новые здания. Там два здания. Есть старинные здания посольства, есть новые. Там два здания. Дальше идем. Это вот все генеральные консулы и почетные консулы. Эта фотография достаточно старая. Это 12-й год еще. Дальше идем. Так, это вот генеральный консул выручает мне вот такую, чтобы я повесил эмблему консульства. Дальше идем. Переверните. Вот такой я хотел вам показать патент, который выдается на пять лет. Это выдавался мне еще в 12-м году до 17-го года с сургучной печатью. Там очень интересный текст. В том числе упоминаются мореплаватели, которым нужно оказывать содействие. Видимо, со старых еще времен, когда в основном передвигались морем, международные связи были морские. Пойдемте дальше. Это уже репер. Приезжал в Казань посол Франции. Это 14-й год, декабрь. Пойдемте дальше. Вот репер. Пойдемте дальше. Это знаменитый, известный, вернее, или, можно сказать, знаменитый Шовенман, почетный председатель социалистической партии, сенатор, четырежды министр французский. Он приезжал сюда несколько лет назад, интересовался межнациональными и межконфессиональными связями и отношениями в нашей республике. Опыт Татарстан изучал. Я его сопровождал. Мы вот у муфтии здесь, в республике, находимся. Пойдемте дальше. Это все Яшскими. Дальше. Это два представителя. Один представитель президента Франции, один советник посольства. Они тоже по межнациональным отношениям и межконфессиональным приезжали. Это моего Феофана, покойного нашего владыки. Пойдемте. От коронавируса скончался. Это министр по делам Содружества Франции. Эти красивые интерьеры. Это вот в посольстве там фотография сделана. Год 13-й, наверное. Пойдемте дальше. А вот приезжала мэр Парижа к нам в Казань. Кстати, одна из кандидатов сегодня на должность президента будущего. Вы знаете, скоро выборы во Франции. Вот она приезжала в Казань. Это зима, 17-й год. А потом проводился Сабантуй в Париже в мае. В конце мая 17-го года. Я там тоже был на этом Сабантуй, естественно. Пойдемте дальше. Тороплюсь быстрее. Можно о каждой истории подолгу рассказывать, но быстрее все иду. Там есть еще фотографии или уже кончились? Все? Может, какие-то вопросы есть? Ну так, я вот хотел обзор. Просто по разным направлениям вам предоставить такую презентацию. Спасибо. 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 Спасибо.